Степан Степанович Дуплей в 1942 году стал узником вот только не концлагеря. Он стал личным рабом фашистов. Первый хозяин меня бил. Если вот я что-то не так, что-то он бил. Бил, чем попало. Что в руках грабли? Граблями. В сельском хозяйстве. Вилы? Вилами. Ну, не так, что. И я от него бежал. Но далеко убежать Степану Степановичу в тот раз так и не удалось. Во второй раз бежать из плена пытались целые группы, но их вновь поймали. После чего заключенных отдали новым хозяевам. Только с третьей попытки Степану Степановичу удалось сбежать от фашистов раз и навсегда. Я убежал к своим. Встретил разведчиков. Они меня за свое приняли. Ну, кое-что обмундирование. И я с ними некоторое время находился. В разведку ходил, воевал. После пришел приказ всем освобожденным от фашистского плена выдать оружие, обмундирование и отправить на фронт. Степан Степанович рассказывает, что стрелять из винтовки и автомата и бросать гранаты ему пришлось научиться за один день. Дают три патрона. Мало. Вот три патрона рассказывает. Это автоматический перевод, это единичная стрельба. Попробовал. Гранату каждому не давали. Инструктор показывает, как чеку выдернуть и как бросать. Степана Степановича и его товарищей отправили на фронт. Мужчина неоднократно помогал своим соратникам, вытаскивал их из окопов, оказывал первую медицинскую помощь и доставлял до госпиталя. Ну, и за время военных действий в разведке я трех человек в плен взял немцев. Вот. Все это у меня записано в наградном листе. Меня наградили орденом славы. Даже после войны Степан Степанович продолжил служить на благо Родины. Из-за своей жизни он успел побывать во многих странах и городах. Приходилось выживать в суровых условиях, но он справился и сегодня на его пиджаке не только орден славы третьей степени, но и другие весомые награды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова